Добрый вечер! На телеканале НИКА-ТВ пришло время подвести итоги дня. С вами Антон Липовский. И сначала коротко о наиболее заметных событиях. Перспективы доступной среды. Большой материально-инновационный шаг вскоре будет сделан в сторону инвалидов. От добра добра не ждут. Ремонт дороги в Калуге обернулся для местных жителей гидроиспытанием. Сквозь призму лет Иван Калинин представил выставку из пейзажей, написанных за треть века. И проверка юмором. От зомби до лирики показали первокурсники на капустнике. Теперь обо всем подробнее. Отопительный сезон в России проходит без осложнений, заявили на видеоконференции, которую провел с регионами премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако есть ряд субъектов, где пока еще ощущается нехватка аварийных запасов угля и резко выросла задолженность по коммунальным платежам. Впрочем, эта ситуация, по словам руководства проблемных регионов, вскоре будет исправлена. В Калужской области все объекты ЖКХ и энергетики готовы на 100%. Было несколько прорывов теплотрасс, но все они в кратчайшие сроки ликвидированы ремонтными бригадами. Серьезную озабоченность вызывает состояние военных городков, где не хватает персонала для ремонтных работ, недостаточных резервов материальных ресурсов. Глава региона в своем письме обращал внимание министра обороны Сергея Шойгу на сложившуюся ситуацию. Помимо всего прочего, есть задолженности и перед ресурсными компаниями, причем не только у военных. Этот вопрос уже после завершения селекторного совещания Анатолий Артамонов обсудил с представителями областного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он поставил задачу решить вопрос долгами предприятий комплекса в муниципальных образованиях, в том числе и по газу. Готов к тому, чтобы, допустим, мы обнулили полностью этот баланс по задолженности. А те субъекты, которые нам не подведомственны, но это должен Газпром сам поработать, в том числе и с Министерством обороны. И долги по электроэнергии, по воде. Надо, чтобы был у меня этот, тоже самое, эти все данные, и обострить этот вопрос максимально. В Людинове модернизация тепловых сетей проводится уже третий год. В этом году заменены более 4 километров труб, переведены на индивидуальное отопление дома на улице Хосипенко и Лесной. Реконструирована котельная на улице Семашка, работа которой долгое время вызывала нарекания жителей. Большая работа проведена коммунальщиками и в многоквартирных домах. Реконструировали крыши, меняли стекла в окнах и входные двери. Преображаются и два здания в центре города. Мы еще должны сказать, что эти два дома центральные, находятся на нашей центральной улице и формируют облик города. Поэтому они должны соответствовать нашему облику, то есть быть приведены фасады в нормативное состояние и выглядеть красиво. Жизнь людей с ограниченными возможностями станет комфортнее благодаря программе «Доступная среда» и новому интернет-порталу. На заседании профильного совета обсудили проблемы барьеров в приоритетных сферах жизнедеятельности. Борьба за равные возможности и собственные права в репортаже Андрея Степчева. Смотрю, чтобы везде по периметру были закрыты окна. Если они не закрыты, то мне приходится возвращаться и закрывать их. Следить за порядком внутри и вокруг здания. Валерий Герасимов уже четвертый год работает сторожем в колледже и все свободное от работы время посвящает либо спорту, либо борьбе за свободное передвижение инвалидов по городу. Мне приходилось встречаться с городскими властями, объяснять. Неоднократно я проезжал на коляске. То бишь препятствия я все равно ощущаю. Где-то приходится вставать, передергивать. Не будем далеко ходить. Это центральная улица Кирова. Там построили торговый центр. Чтобы мне переехать, мне приходится сходить с коляски, перекатывать ее вручную. Город хоть и медленно, но все же меняется, говорит Валерий. Пандусы, которые еще несколько лет назад были в дефиците, сейчас появились практически у каждого социально значимого учреждения. Модернизации Валерий дождался и на месте своей работы. Руководство учебного заведения специально для него решило оборудовать лестницы поручнями. И это очередное доказательство, уверен он, того, что отношение к инвалидам меняется. У нас общество поделено. Поделено в том смысле, что есть люди, которые действительно хотят помочь. Я, бывает, езжу летом на коляске, есть люди, которые проходят мимо. А есть, которые действительно останавливаются и начинают спрашивать, может вам чем-то помочь. Воспитывать толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями необходимо с детства, считает заместитель губернатора области Руслан Смоленский. И начинать это делать нужно еще в школе. На заседании по делам инвалидов доступность образования одна из главных тем обсуждения. И те, у кого проблемы со здоровьем, не должны их испытывать еще и в процессе обучения. Наличие такого ребенка в классе, оно, в общем-то, позволит, ну, где-то и воспитывать наших собственных детей, для того, чтобы они были, так сказать, ну, что ли, более добросердечные. В этом отношении у нас иногда это не хватает в современном нашем обществе, особенно среди нашей молодежи. О формировании безбарьерной среды для инвалидов в суммах потраченных средств и планах на ближайшее будущее. Госпрограмма «Доступная среда» предусматривает комплексный подход к созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни. Формировать их, но уже на другом инновационном уровне, начнут сразу после Нового года. В январе будет запущен информационный портал для маломобильных групп населения, презентация которого прошла здесь же на заседании совета. Сайт станет своеобразным навигатором для инвалидов. На нем можно будет получить информацию о доступности учреждений, проложить маршрут с учетом особенностей передвижения и оставить комментарии, если возникнут какие-либо сложности. Я полагаю, что мы придем с вами к тому, что будем даже и проводить обучение. Там потребуется всего ряд, несколько определенных механических действий. Это адрес этой карты, как что там найти. Да, название. То есть, естественно, что всему нужно обучаться. Естественно, что это делается не для галочки, а действительно для того, чтобы облегчить поиск информации, ну хотя бы для тех, кто умеет пользоваться компьютером. Вот они две медали, которые я завоевал, будем так говорить, в городе Иваново на первую пару спорта Киазе. Три года в спорте и уже внушительная связка медали. Он серьезно занимается сейчас пауэрлифтингом и плаванием, регулярно ездит на соревнования и только так, говорит, сумел преодолеть жесточайшую депрессию. В 2001 он попал под поезд, лишился обеих ног и тот период жизни стал для него серьезным испытанием. Барьеры были. Я боялся и плавать. На сегодняшний день я ничего не боюсь. Вот смело могу выйти, спеть песню какую-нибудь. Вот я принимаю тоже в различных мероприятиях. Ну, песни пою. Найти в себе силы бороться и не отчаиваться, чтобы не происходило. Уже 12 лет Валерий живет совершенно другой жизнью и в ней, говорит, сейчас больше смысла, чем когда-либо. Запуск специализированного сайта он считает событием важным. Ведь так можно будет быстрее достучаться до тех, кто делает среду для инвалидов доступней, но далек от их реальных проблем. Андрей Степичев, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ. Живи, учись и работай. По таким девизам сегодня в Калуге прошла ежегодная ярмарка вакансий для тех, кто только работу ищет. Специалисты уверяют, главная ошибка – выбор модных, но не востребованных профессий. Наш регион прежде всего сейчас нуждается в инженерах. Ярмарку посетило большое количество школьников со всей области. Они смогли задать вопросы представителям учебных заведений, студентам, а в некоторых случаях и взглянуть на плоды трудобудущих специалистов. Я 11 класс, я еще не определилась, куда буду поступать. И вот приехали сюда, чтобы посмотреть и знать, какие профессии есть. Не знаю даже еще, куда и пойду поступать. Еще не решил, времени осталось мало, надо решать. Вот это хорошо, что проводят всякие выставки. Ну я сюда пришел, чтобы найти себе профессию, чтобы идти с ней по жизни. Ну я ищу то, что мне подойдет. Ну я думаю, что это Баумутский университет. Я сейчас учусь на пятерке, я отличник. Но я надеюсь в него поступить. Ну я надеюсь поступить в Баумутский. У нас на территории Калужской области есть достойные учебные заведения, в которых можно получить достойное образование. И после этого получить хорошую работу. И для этого не нужно ехать никуда за пределы нашего региона. А все, что необходимо, а именно хорошая работа, хороший достойный заработок, достойный карьерный рост, можно сделать именно здесь, на территории Калужской области. Со студентами поговорили о ВИЧ. Акция по таким названиям прошла в КГУ имени Циолковского. Ее организаторами выступили Первый мединститут Сеченова, Региональный совет сторонников партии «Единая Россия», при содействии Минздрава и Министерства образования и науки области. С 22 по 29 ноября проходит первая европейская неделя тестирования на ВИЧ. Тематические мероприятия проходят в Москве, Владимире, Обнинске и Калуге. Волонтеры областной столицы проводят несколько раз в год разнообразные акции, в ходе которых рассказывают о страшной болезни и о том, как ее можно избежать. Главная цель мероприятия – побудить людей открыто говорить о преимуществах тестирования на ВИЧ. У нас здесь присутствует Алексей Ильин, член нашего Молодежного парламента. И вот он прям такую хорошую фразу сказал, я себе ее записала, как узелок на память. Тем не менее, существуют заболевания, которые буквально косят жителей региона и страны. Поэтому профилактика – одно из средств борьбы с этими недугами. И хорошо, если мы своими призывами кого-то заставим задуматься и внимательно следить за своим здоровьем. Сегодня для православных начался пост – время, когда человек особенно задумывается на своей жизнью, мыслями, поступками, отношению к Богу и ближним. В православии четыре многодневных поста – Великий, Петров, Успенский и тот, который сейчас наступает – Рождественский. Он один из самых долгих и продлится шесть недель. В этом году он наступил на день раньше. Как и во время любого поста, положено ограничение в еде. В пищу не употребляют мясо, яйца и молочные продукты. Позволить себе рыбу можно только по субботам, воскресеньям и во время двух великих праздников. Это ведение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день святителя Николая 19 декабря. Помимо этого, те, кто соблюдает пост, отказываются от развлечений и увеселительных мероприятий. Стараются чаще посещать храмы и ходить на исповеди причастия. Закончится пост 7 января, в день Рождества Христова. Цель поста не в том, чтобы воздержаться от пищи. Это средство, которое позволяет человеку больше обратить внимание на свою духовную жизнь. И поэтому даже человек, если по болезни, не может поститься, именно воздерживаясь от пищи. Это не значит, что для него не существует пост. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ремонт дороги по улице Константиновых порадовал водителей и в то же время повлек за собой немало неприятностей для местного населения. По словам жителей дома номер 2, вместе с выбоинами закатали в асфальт и ливневки. Заодно убрали искусственную неровность. Последний барьер на пути сточных вод. В проблеме разбиралась Ирина Сидорова. Обновление дороги весной прошлого года жители улицы Константиновых восприняли с радостью. За ходом ремонта наблюдали ежедневно по пути на работу или в магазин. Зная особенности ландшафта, даже пытались внести коррективы. Дорогу делается в этот угол, а ливневка с другой стороны и она выше получается. Они сказали, жалоб от вас не было до этого. Все, до свидания, я делаю так. Вот и все, весь разговор. Они отвернулись и ушли. Асфальт закатали, вот теперь все три ручья из георазведки, от этого и от этого, все текут мимо ливневки. Убрались дороги и водоотводящий валик – единственный барьер для потоков воды. Дождливые весна и лето быстро вымыли хороший асфальт во дворе и затопили подвалы. Специалисты управляющей компании с насосами для откачки на Константиновых теперь ходят как к себе домой. В подвале постоянно вода, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт подвала. Теперь все за счет граждан, в соответствии с новым жилищным кодексом. Мы постоянно таких средств не имеем. То есть из-за чарового головотяпства, почему мы должны постоянно это нести на своих плечах. С другой стороны дома подступает в прямом смысле пропасть. Сточные воды, разогнавшись по двору, с усердием размывают территорию потенциальной парковой зоны, примыкающей к скверу Жукова. Вы видели, как там все смывает, в каком там грязи все это находится. И она попадает в этот овраг. Соответственно, его подмывают и овраг растет. И при том растет очень быстро. Вот вы можете посмотреть, что после вчерашнего дождя. Вот, пожалуйста, он сошел. Неожиданным холодам жители дома номер два только рады. Подморозило, значит в борьбе с водной стихией можно передохнуть. И в который раз напомнить о себе городскому хозяйству. Там валик требовали установить на вираже, что категорически противоречит действующим нормам безопасности. Вот от этого решения отказались. Я думаю, что решение данного вопроса возможно обустройством водоперехватывающих лотков. Именно непосредственно перед поворотом к данному дому. После почти полугодовой переписки муниципальные специалисты все-таки выйдут на местность и составят план дальнейших действий. Поскольку двор на Константиновых включен в программу благоустройства на будущий год, жители настойчиво предлагают поторопиться, чтобы и эти работы не пропали зря. Ирина Сидорова, Антон Липовский, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ. Уроки безопасности почти в театрализованной форме для детей социально-реабилитационного центра Муромцева. Пожарный расчет продемонстрировал слаженные действия во время условной чрезвычайной ситуации. А сотрудники МЧС провели краткие уроки по технике безопасности. Примерные действия на передовой в сюжете Андрея Хорошавина. Чрезвычайная ситуация. Правда, пожар всего лишь показательное выступление для детей из реабилитационного центра. Сотрудники МЧС учат обращаться с огнетушителями и техникой. Показывают бронспойт в действии. Дети бегают от одного диковинного устройства к другому. И даже в кабине им можно сегодня побывать. Каждое особенное событие влияет на ребенка. И вот под впечатлением от короткого выступления спасателей, они уже, кажется, готовы принять решение о выборе будущей профессии. Бывешь пожарным? Да. Или нет? Не знаю. Я стану пожарным. Обязательно? Да. А что же тебе тоже, чтобы понравилось? Тушить. А пультик? А? А пультик тебе понравился? Эти почти театрализованные выступления пожарных – небольшое яркое событие в жизни детей. А спасатели, хоть и прибыли по приказу, эмоции испытали отнюдь не по указке. Да, мы считаем, что у нас сегодня очень хорошо получилось. Вы же видели лица детей, которые были счастливы и радостны при этом мероприятии. Я думаю, оно им надолго запомнится. И многие из них в реальной жизни даже подумать не могли представить, что им достанется такая возможность сложиться, воспользоваться там магнетушителем, потушить настоящий огонь, поговорить с пожарными реальными. Реабилитационный центр Муромцева – точно краеугольный камень в дальнейшей судьбе. Находятся здесь дети, как правило, не более двух-трех месяцев. Потом либо возвращаются в семью, либо их прописывают в детском доме. Это самое проблемное место не потому, что здесь какие-то проблемы существуют, а потому что сюда дети попадают, которые особо уязвимы, то есть которые в настоящий момент требуются в особом уходе. Пока дети прибывают в Муромцево, их судьбу решают многочисленные службы. Иногда нужно отвезти их в другую область или даже страну – к родственникам. Приходилось восстанавливать документы, либо проводить воспитательную работу с родителями. Так или иначе, в 80% случаев дети из центра вновь обретают свою семью. В остальных оказываются в новой. Андрей Хорошаев, Тимур Вороной, телекомпания НИКТВ, Бабынинский район. Наши надежды вышли на сцену КГУ. Всего лишь два с половиной месяца прошло с момента поступления в ВУЗ вчерашних школьников. Какими предметными знаниями они уже обладают, преподаватели имеют представление. А как дела с чувством юмора, это выясняло жюри и моя коллега Наталья Захарова. Давай еще, выступайте, и чтоб все было хорошо. Не лажать, ничего. Последнее наставление от восставшего вождя пролетариата – собратья. За кулисе сцены на КГУ кишит зомби. Тьма сгустилась над студентами-психологами. Пока в зале не спешат, занимают места зрители, здесь можно наблюдать картину совсем неспокойную. Адские создания пляшут от волнения. Для зрителей это будет игровая, образовательная это будет для нас, потому что мы можем, ну, учимся контролировать свои эмоции. Я не могу ничего больше сказать, я просто сейчас в преддверии этого всего выступления очень нервничаю. Ты готов? На раз, два, три! Два месяца репетиции, как здесь говорят, до посинения и номер готов. Студентов не ограничивают в выборе темы. Все, конечно, в пределах разумного, поэтому факультетом для творчества раздолье. На сцене женятся, разыгрывают семейные драмы, выступают рок-группы, звучат философские нотки, не обходятся без элементов фантастики. Главное, не стесняться экспериментировать. В этом первокурсникам помогают старшие. Одно из самых сложных – оживление сцены, компоновка музыкальных, танцевальных номеров. Для вчерашних школьников это новый ритм и новые возможности. Готовый продукт оценивают не только зрители, но и компетентные жюри. Не будет мест в этом мероприятии, а будут для каждого факультета по две номинации. То есть, соответственно, 16 наград разыграется. Почему не решили делать места, чтобы не было пока этого соперничества? Просто каждый факультет, по сути дела, выберет примерно то, кто больше старался, кто больше выделился. И потом, соответственно, жюри выберет, действительно ли это так. Три дня, чтобы рассмешить публику, открыть себя с другой стороны, пройти так называемое посвящение юморам. Восемь факультетов друг за другом зажигают в пока непривычном для них конкурсе. Лучших определят 28 ноября. Кого-то ждет денежное поощрение, а кого-то поездка в московский Аймакс кинотеатр. Далее Захарова, Алексей Пехов, телекомпания НИКОТВ. Раскрывают новые грани мастерства и молодые художники. В Калуге подвели итоги одноименного конкурса академического рисунка. В нем принимали участие 37 человек из профессиональных образовательных учреждений Калуги, Обнинской и Москвы. Участники выполняли конкурсные задания в течение двух дней. Академический рисунок – основа изобразительного искусства. Это база, владение которой необходима любому живописцу или дизайнеру. Рисунок считается одной из самых сильных сторон русской школы изобразительного искусства. И хотя время накладывает свой отпечаток, основные постулаты остаются неизменны. Именно наша школа имеет право называться ведущей. Тем более сейчас, когда слишком много такого свободного отношения. Их живописи оценок на рисунку. В памяти к работе жюри подмечались малейшие вот такие отступления, которые на оценку очень влияли. Все участники получили благодарственные письма, а победители – еще и полезные инструменты для дальнейшего творчества. Гран-при конкурса получила Татьяна Граблевская, воспитанница Калужского колледжа культуры и искусств. С девушкой, которую она изобразила на бумаге, художница знакома не была. Главное в этом случае, по мнению Татьяны, заметить характерную только этому человеку особенность. Она очень эмоциональная, открытая такая, энергичная внутри вот эта. И в лице это отражается во внешности очень, и поведение, и без каких-то таких неприятных чертков, там, не знаю, заносчивость, замороченность чем-нибудь. Ну, очень мне понравилось. Энергично. А в Калужском доме музыки открылась персональная выставка Ивана Калинина, фронтовика, театрального художника, поэта, писателя и педагога. В экспозиции «Калужские пейзажи разных лет» от 70-х годов до начала 2000-х. С человеком, который полон энергии и идей, познакомилась Ирина Журавлева. Он мечтал быть летчиком, а стал театральным художником. Поступил в художественное училище и попал на войну. Человек уникальной, сложной судьбы Иван Михайлович Калинин на своем творческом вечере рассказывает не об этом, а о трудностях написания пейзажных этюдов. Не поверите, было таких случаев? Да, вот поверите, самое главное. Вот этюды в день. Потому что этюды пишутся очень быстро, должны писаться быстро. Потому как начинаете вы, скажем, в 12 часов дня солнышко, при вам тепло, и вдруг через 2 часа тучи, ничего там нет. Вы изменилось все. Самое главное чувство России в этих работах. Живопись такая плотная, мощная живопись. И цвет такой мощный, насыщенный. Иван Михайлович, приближаясь к 90-летию, образ жизни ведет активный. Тут все мои друзья, родные и приятели. Говорит он, кивая на присутствующих. Со всеми общается и встречается. Вы верите в судьбу? Я не знаю, вы верите в то, что что именно? В общем, я не верю в судьбу. Никуда вы не везете. Вот судьба. Что-то хорошая погода. И вдруг сегодня брянут, и на тебе такой дождь, горячий кругом. Я думал, не придут никто, все пришли. Вера в судьбу не случайна. В его жизни была оборона Сталинграда, день победы в Болгарии, арест по политическим мотивам, допросы, пытки, колония. И при этом все его творчество наполнено светом. Оно теплое, легкое, простое. Я немало встречал таких людей, которые прошли эти испытания тяжелейшие. У них просто появляется мудрость. В отличие от людей, которые изначально заточены на какую-то жестокость, на что-то тяжелое, на пессимизм какой-то. Вот есть люди, у которых трудности только делают более светлыми. Они понимают, что все относительно и в то же время наполняются какой-то огромной любовью. Иван Калинин пишет рассказы, стихи, пьесы, картины, любит театр, до сих пор ходит на премьеры. И сейчас, рассказывая о себе, делятся планами, дописать книгу воспоминаний, устроить по просьбе друзей свой творческий, но на этот раз поэтический вечер. Ирина Журавлева, Андрей Сумов, телекомпания НИК-ТВ. И на этом моя часть выпуска завершена. Пришло время поговорить о новостях спортивных. С ними вас познакомит Николай Егоров. Николай, еще раз добрый вечер. Вот отталкиваясь от последнего материала. Вот скажи мне, а в спорте много прекрасного? Конечно, много, особенно в художественной гимнастике. Об этом через несколько секунд. В Калуге состоялись состязания по художественной гимнастике. Калужанки пытались показать свой класс вместе с участницами из Подмосковья, Людинова и Обнинска. Были в школе луч в этот день особые гости. Об этом в нашем сюжете. Он и единственный, кто может выслушать и успокоить. Плюшевый медведь Степан в этом деле уже профессиональный психолог. На его счету не один турнир, где ему приходилось поддерживать свою хозяйку Полину. И самое главное, настраивать на выступление перед весьма придирчивым жюри. Это мой талисман, он мне помогает. А как помогает? Не знаю, морально настроиться. К сожалению, в этот день капризная девушка Фортуна была благосклонна не ко многим. И не у многих в этот день была надежная поддержка в лице Степана. Например, гости из столицы, которые обычно на подобных соревнованиях в числе фаворитов в этот раз не смогли показать всю красоту художественной гимнастики перед калужскими судьями. То и дело, допуская одну ошибку за другой. Всего же на этих соревнованиях свое умение демонстрировали юные гимнастки из более чем пяти городов. Среди них и гости из Чехова, Людинова, Обнинска и даже Израиля. К слову, участие спортсменок из-за границы во многом знаковое событие для подобных соревнований. У нас в этот раз больше народу. Турнир более красочный, ну, мне кажется, более теплый. Потому что я всех своих девочек предупредила, что вот у нас гости, даже мы с самыми такими гостеприимными, но и они стараются. К нам приехали девочки из Израиля. Вот это больше всего порадовало, потому что первый раз в жизни, в калужской жизни, такая ситуация. То есть к нам приехали издалека такие дорогие гости. Пусть их команда немногочисленная, а на эти соревнования они приехали скорее за участием, нежели за победой, но сдаваться без боя и израильтянки все равно не планируют. Например, Екатерина Малихов уже четко спланировала, на что она расставит акценты в своем выступлении. Брайски у меня хорошо очень работают. Все что в спину, у меня очень гибкая спина, я могу хорошо делать спину. Несмотря на надежды, в этот день команде из Израиля все-таки было не суждено оказаться на пьедестале почетов. В общекомандном зачете места между собой поделили гимнастки из Калуги. Александр Сорокин, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИК ТВ. А в Калуге стали известны финалисты Кубка Вызова по мини-футболу. К сожалению, в их число не попала команда нашей телекомпании. НИКИ совсем чуть-чуть не хватило до выхода в полуфинал. Наша команда по пенальти уступила энергетику. Этот клуб и в полуфинале добился успеха над Олимпиком и вновь в пенальти. 6-5. В финал вышла еще команда «Золотые купола». Она одолела импульс СПЗ со счетом 8-5. А в школе юность сегодня начались чемпионаты первенства Калужской области по плаванию. За победу в этих состязаниях будут биться около 200 участников. Помимо калужан это пловцы из Обнинска и Тульской области. И на сегодня у меня все новости. Спасибо, Николай. Собственно, наш выпуск подошел к концу. Запомните этот день таким. Берегите себя и до встречи на НИКИ. До свидания.